Такие замечательные цветы. Красивая ваза такая. Это даже не ваза, это чайник. Для меня это просто шикарная ваза. Этот синий глубокий цвет. Это просто фантастика. Ну тут надо делать большой холст. Красивый надо написать. Я люблю снимать целлофан. Он ждал холст своего часа. Пахнет он хорошо. Сейчас начнем работать. Цветы нужно делать в стиле Алла Прима. Такой итальянский термин. Подразумевается, что нужно за один сеанс сделать всю картину. Хотя конечно за один сеанс. Посмотрим как пойдет работа. Алла Прима это самое тяжелое. Тяжелое желтое. Технически. Немножко сбрызнуть холст. Чтобы он был влажный. Такая прелюдия. Как сказать. Эстета. Главное понять. Вот этот желтый. Вот этот желтый. Он такой красивый. Желтый начнем гонять. Желтое состоит из нанесения краски на холст. Ее перемещение, снятие. Это и есть жилье. Никогда нарисовали какую-то рисунку его раскрашивать. Называется раскраска. В принципе цветы я воспринимаю не как некий объект, а как образ красоты. Ну и все художники воспринимали именно так. А ваза это художник, который вот эту красоту пытается поддержать. Она ускользает. А вот с помощью вазы мы сейчас попробуем это все сделать. Собрать. Надо собрать эту красоту. Я делаю базу обычно с двумя, с четырьмя, с шестивыми ручками. Тем больше красоты. И нам больше ручек нужно. Иначе она улетает. Эти ручки это очень важный элемент. Надо еще улучшить. Все дело надо улучшать. Да и после такой работы так устаешь. Потом можно неделю не писать. Не можно, а нужно. Это люди думают, если быстро написать, это значит типа все фигня, мазня. А не фигня. Это так же как 10 километров. Можно вот быстро-быстро со всей силой пробежать, а потом чуть не умереть. Вот так картину написать. Быстро. Так вот сейчас чего-то уже начинается ловиться. Вот цветы, образ, красоты. Ну и чтобы не было, они подделывали картину. Нужно обязательно ставить везде. Отпечатки пальцев. Надо успеть поставить путь. Не, я не против, если будут подделывать. Но они же пиздано будут делать. Вот. Иммутацию делать. Надо еще раз посмотреть, что у нас тут. Так, что у нас еще? Значит, это, это, это. Отставим. Цветы это вообще самая, самый интересный жанр. Хотя, в принципе, когда я пишу цветы или портреты, в принципе, одинаково одно и то же делаю. Одна и та же задача это передать некие мироощущения, некую внеземную красоту. Цветы тоже то же самое по автопортрету. Ваза это как раз я изображаю себя в виде вазы с этими руками, которые пытаются эту всю красоту удержать. Именно когда я вот пишу экспрессивно цветы, вот это в один сеанс сделать, ухватить все, чтобы высосать из них всю жизнь, это настолько тяжело. И так устаешь. Ну, прямо вот руки после этого аж трясутся. И даже мне вот ваза, как я не пишу, ее мало. И приходится вот эти подписи делать, которые удерживают вазу и все это делают, ну, связывают вот в один комплекс такой. Потом, когда на эту картину смотришь, вот эта вся энергетика, которая туда ушла, она отдается. Все это движение. Ну, а такая картина, если ее оформить и повесить вот в богатый интерьер, это будет просто, ну, фантастика. Цветы для меня являются в каком-то мере прелюди к другим картинам. Они меня вдохновляют. Я нахожу некий колорит, экспрессию, новые какие-то движения, ходы. И после этого мне удается переходить к другим большим абстрактным картинам. Для меня это вот начальный какой-то шлепок, начальный ход.